В прошлый раз мы закончили на построении каньюнца и дизъюнца истинной лжи как индуктивных типов. В частности, мы поняли, что такое отрицание. Отрицание – это импликация, а влечет ложь. Теперь для логики предикатов нам еще не хватает квантеросуществования. В классической логике квантеросуществования выражается через квантеросеобщности. Существует х со свойством а, это значит, что неверно, что все х обладают свойством не а. Но в конструктивной логике это совершенно не так. И квантеросуществования понимается по-другому. Доказательство экзистенциального суждения, доказательство того, что существует х – это пара объектов. Пример х и свидетельство того, что вот этот пример действительно подходит. Доказательство того, что он подходит. Но начнем мы с понимания того, что такое вообще квантеросуществование. Вот смотрите, у нас есть такой notation – exists. Exists x типа nat, такой, что x плюс 2 равно 5. Вот утверждение о том, что уравнение имеет решение. Что же скрывается за exists? За exists, после которого может стоять, как мы видим, несколько переменных, скрывается такой терм x, который применяется к свойству λx, точка, там все остальное. Вот у нас такое вот свойство. Это, как видите, предикат, то есть функции из натов-пропа предикат на натуральных числах. Свойство быть решением уравнения x плюс 2 равно 5. Такое вот свойство x. И если мы к этому свойству применим некий x, то как раз у нас с вами получится наш exists. То есть exists, term x, примененный к предикату, дает нам высказывание. То есть он как бы связывает в этом предикате аргумент. Был предикат. x обладает свойством а, получается высказывание, то есть уже без параметра или, по крайней мере, на единицу меньшим числом параметров, возникает высказывание. Существует x со свойством а. Какой же тип у x? Ну, он, видимо, принимает терм, возвращает проб. Ну, принимает. Принимает он терм какого типа? Он принимает на вход предикат, правильно, например, на проб. А возвращает просто проб. На самом деле, x полиморфен, он может работать с предикатами по любому типу. Что здесь и написано. То есть тип x такой. Он принимает на вход тип, принимает на вход некий предикат на этом типе, на значениях этого типа и возвращает высказывание. То есть принимает на вход ограничения и возвращает высказывание о том, что есть x, удовлетворяющий этому ограничению. Первый аргумент x – это, конечно же, тип, но это аргумент неявный, он просто вычисляется из типа данного нам предиката. Что внутри x? x – это семейство индуктивных типов. Для каждого типа А и для каждого предиката П есть свой x, свое экзистенциальное суждение. И, собственно говоря, вот это суждение, вот тут вот, если мы отключим нотации, мы увидим, что здесь написано x. Мы увидим, что здесь написано x, да? x, p. Для каждого предиката П, чтобы получить x, p, нам достаточно предоставить x и какое-то доказательство того, что этот x годится. Доказательство утверждения P от x. Понятен этот момент? Да. Есть ровно один конструктор у этого самого x. Он называется x-интро. С точки зрения логики здесь написано действительно аксиома введения, откуда интро, квантеросуществования. Как доказать, что есть y, обладающий свойством P? Для этого достаточно предъявить x со свойством P. То есть, для любого x со свойством, для любого x из А, если P от x, то существует y со свойством P. Заметьте, вот все вот это вместе стоит под квантером по x. Но ничего плохого в этом нет. То есть, для того, чтобы доказать существование для любого x, того факта, что x обладает свойством P, достаточно, чтобы существовал y со свойством P. Понятно это? Да. Вот мы можем повторить это определение. Вот оно вот такое. Так, хорошо. Какой же тип имеет x-intro? Такой? Или побольше? Там терм будет. Побольше, наверное. Побольше. За счет чего? За счет того, что вот параметры, параметры типа, они всегда являются аргументами конструктора. То есть, тип будет для любого A, для любого P, а дальше то, что здесь написано. Ну, вот как вы видите. x-intro имеет такой тип. Два первых аргумента неявные. Да. Два первых аргумента неявные для любых A, для любых P, для любого x. Из того, что x обладает свойством P, следует, что кто-нибудь обладает свойством P. Вопрос. А то, что вот нас тип A населенный, это вот нас, мы только такие по идее можем, да, пихать кокру? Нет, такого ограничения здесь нет. Но просто, если он не населен, вы не сможете x предъявить. Значит, x-intro просто ни к чему вы не примените. Хорошо, я понял, да. Вы вполне можете взять ненаселенный тип, например, ложь. в этом абсолютно нет никакой проблемы, просто нельзя доказать, что существует объект, принадлежащий лжи. Тут как бы уже вот в посылке написано, что, чтобы получить x, а, п, ну, x, p, а просто тут явно написано, здесь нет неявных аргументов, для этого надо x предъявить. Ну, кроме аксиома введения, естественно, определяется аксиома удаления или принцип индукции, как она выглядит. Ну, как обычно, принцип индукции состоит в том, что, аксиома удаления состоит в том, что из того, что y существует, мы можем что-то вывести. Когда мы можем вывести p0 из одного того факта, что есть y со свойством p? Ответ. Тогда, когда p0 следует из p от x при каком бы то ни было x. Понятно это? Да. Если то, что сегодня четверг следует из того, что число x четно, какое бы ни было число x, это означает, что то, что сегодня четверг, следует из того, что существуют четные числа. То есть, если нам не важно, не важно какой x, если при любом x, p от x достаточно для p0, то тогда одного факта существования такого x нам достаточно для p0. При этом, заметьте, p0, естественно, от x не зависит. Какими средствами это передано, что p0 не зависит от x? У нас там в аргументах p0 это просто проб. p0 это просто проб. Вот такими средствами и передано. Наличием у него типа вот такого. Раз у нас все объекты типизированы, то тут в отличие от логики предикатов, как ее на первом курсе проходят специально это указывать не надо, что там не зависит. Вот такой вот принцип удаления. Что там внутри? Ну, поскольку в определении нашего типа на самом деле нет никакой рекурсии, внутри этого этой индукции будет просто мэтчинг, так оно и есть. как же он устроен? Ну, вот на вход мне дали a, p и само это высказывание p0. Также мне дали доказательство того, что при всех x из p от x следует p0. И я еще мне дали доказательство того, что существует y со свойством p. То есть мне надо отсюда построить доказательство p0. Правильно? Да. Я подвергаю вот этот вот терм e индуктивного типа разбору. Откуда он мог взяться? У нас же только один конструктор x intro. Значит я беру и смотрю а что там было? Ну первый аргумент это значит сама наша пэшка. Второй аргумент это так давайте поймем значит кто на ком стоял. Ну да. Второй аргумент это x третий аргумент x0 это доказательство p px. Дальше я беру f применяю его к нашему x и получаю доказательство импликация p от x влечет p0 правильно? Да. Применяю это доказательство к x0 а x0 доказывает p от x и получаю доказательство p0 как оно и требуется. То есть ничего особенно интересного там нет. Понятно? Да. Но для того чтобы продуктивно поработать с этим x привести хорошие примеры нам надо бы еще рассмотреть некий индуктивно определенный предикат. Вот это вот момент который очень важен для кокой к которому мы еще вернемся но который может быть не очень прост для понимания. Вот у нас были типы с параметрами то есть по сути дело семейство типов индуктивных например n для любых двух высказываний a и b a конъюн c b это вот какой-то тип у которого есть такой конструктор кон что же и здесь для любого типа а и для любого предиката p x а p это тоже некий тип у которого есть конструктор эксентро с двумя аргументами x и доказательство p от x но еще у нас кроме типов с параметрами бывают типы с аргументами разница такая посмотрите у нас в определении но даже даже это может быть не вполне тут очевидно но я хочу сказать что вот здесь у нас конъюнкции чего-либо еще нигде не было только конъюнкции этих ашек и бшек правильно а вот бывает так что мы определяем индуктивно не тип с параметром а тип с аргументом разница между параметром и аргументом в том что аргумент может меняться в самом индуктивном определении ну давайте мы лучше зайдем с такой интуитивной стороны к этому давайте попробуем определить свойства быть четным это предикат на множестве натуральных правильно да что четно ну можно сказать что четно то что делится на два для этого надо какой-то тест вот эта проверка на делимость на два а можем ли мы определить свойство быть четным по индукции ну то есть в таком стиле вот это четно по определению если это четно то четно это и таким образом построить все четные числа могли бы мы такое сделать да у нас можно сказать что ноль четное потом каждый плюс два четное да но это например не единственное определение вот вам другое ноль четно два четно и сумма четных всегда четная можно доказать что это определение задаст то же самое множество то есть по сути дела мы определяем четность аксиоматические по сути дела мы сразу показываем как можно четность доказывать вот у нас две аксиомы говоря на языке логики или два конструктора говоря на языке программирования вот это вот типа ев точнее сказать тип этот с аргументом конструктор ев 0 доказывает что 0 четно правильно а конструктор ев с доказывает такое утверждение при всех н заметьте что из четности н следует четность числа н плюс 2 обратите внимание что здесь в этом определении ев применяется к разным аргументам то есть то к чему он применяется меняется в ходе этого определения нельзя сказать что мы для имеем индуктивное определение для ев 0 для ев 2 там для ев 4 мы не определяем семейство типов параметрическое мы определяем один тип в определении которого вот этот вот параметр каким-то образом меняется понятно да то есть что мы здесь делаем мы как бы даем конструктивное понимание множества четных чисел почему конструктивное потому что мы здесь же по сути дела объясняем как можно доказать четность чего-нибудь вот как доказать четность четверки давайте это сделаем с помощью тактик вот у нас есть две аксиомы они же конструкторы как из них вывести четность четверки можно четность четверки получить применяя ев 0 нет нет а ев с да можно но для этого нам нужно что вот если я ев с применю к двойке получится доказательство чего что для любого нет для любого это не будет я применю будет для ев 0 тогда нет вот ев с 2 какой тип имеет это доказательство что для нуля 0 четный нет там никакого нуля смотрите внимательно если я н здесь мысленно заменю на двойку а квантер уберу что получится это будет импликация что из четности двойки следующего почему нуля четверки конечно конечно значит вот это вот ев сс2 оно доказывает такую импликацию согласна да а заключение нашей импликации совпадает с целью поэтому если я скажу apply fss2 я сведу мою задачу к доказательству того что четно двойка но на самом деле нужную подстановку кок может угадать и сам поэтому достаточно просто сказать apply евсс так а это как доказать откуда ее можно взять она утверждение ев2 может быть заключением какого конструктора только евсс правильно и оно получается при подстановке чего в качестве н ноль ноль правильно а ев от нуля имеет доказательство ев community все получился такой терм я мог бы его руками сформировать евсс применение к нулю и к доказательству четности нуля получишь доказательство четности двойки применее фсс к двойке и к доказательству ее четности получишь доказательство четности четверки понятно да вот такой вот тер достаточно Любопытно, что для индуктивного определения такого предиката, параметричного, с аргументом, еще используют термин его для этого, inductive type annotation. Ну, я буду все-таки говорить аргумент, типа, а не annotation. Любопытно, что для этого индуктивного определения Кук тоже генерирует по умолчанию принцип индукции. Как он выглядит? Ну, давайте посмотрим. Сравним его с индукцией для натуральных. Ну, вот, индукция для натуральных состоит в том, что, чтобы доказать, что все натуральные обладают свойством P, достаточно доказать, что 0 обладает свойством и что это свойство переживает применение конструктора. Правильно? Да. А какой же принцип индукции сгенерировался для предиката четность? Какое будет заключение? Мы хотим доказать, что все те числа, которые четны, обладают свойством P. Логично? Да. По сути дела, наше определение задало множество четных чисел. Но не как просто какую-то кучу, а конструктивно, с помощью двух конструкторов. И индукция состоит в том, чтобы доказать, что все элементы этого множества обладают свойством P. А как это можно доказать? Что для этого достаточно? Ну, доказать, что для нуля это выполняется и что конструктор вот этот EFSS тоже переживает это. Да, конечно. Что свойство P сохраняется при вот этой вот операции, при добавлении двойки. По крайней мере, для всех четных чисел. Что для любого четного, если P на нем верно, то оно верно и на числе N плюс 2. Логично? Да. Но мы не будем, тем не менее, заниматься сегодня индукцией по индуктивно определенным предикатам. Хотя это одна из важнейших техник в КОКе. А мы сосредоточимся на примерах, связанных с нашим квантером существования. Я напомню, там у него тоже индуктивное определение, и тип у самого X такой. Он принимает на вход предикат как бы с одним аргументом, а возвращает высказывание, состоящее в том, что существует аргумент, существует значение аргумента, делающий предикат истинным. Сам тип вот этот, он неявный, его указывать не надо. Он неявный. Вот здесь, где собачка написана, неявный аргумент сделан явным. Понятно, да? Да. В X-intro тоже первый аргумент, тип области определения, он неявный. Остальные аргументы явные. P явный, X явный. Ну и доказательство P от X тоже явное. Например, X-intro, привиненное к предикату EF, нам дает такое утверждение, что если для любого X, если оно четно, то существует четное число. Логично? Да. Давайте попробуем явно построить такое доказательство. Что-нибудь четно. Существует число, которое является четным. Что нам нужно сделать? Надо взять X-intro EF. И что, к чему его применить, чтобы получить доказательство такого утверждения? К какому-нибудь четному числу. И еще, тут два аргумента. Смотрите, X и свидетельство его четности. А, да, и доказательство, что это число четно. Да, например, мы можем взять четверку, правильно? Да. И ранее построенное доказательство его четности. И действительно получилось доказательство того, что четные существуют. Я мог бы вместо этого взять ноль и просто конструктор EF0, который доказывает его четность. Понятно? Да. Вот как это работает. Так. Хорошо. EF0 от четырех. Ну, что это такое? Это высказывание, которое состоит в том, что четыре четно, а EF0, подчеркнуто, и четыре это его доказательство. Правильно? Да. Давайте рассмотрим вот такое вот утверждение. Эксентро применяется к предикату вот такому. Переведите на русский язык этот предикат. Тут написано, лямбдн точка EF N плюс один. Что это за свойство? Скажите это по-русски. Что это за свойство? Не четность. Ну, можно и так сказать. Ну, а более буквально? Ну, четность последователя. Четность следующего числа, да? Четность последователя. Свойство, состоящее в том, что последователь числа четен. Тогда вот это эксентро, примененное к этому свойству, и к тройке, и к доказательству четности четверки, будет доказывать что? Какой будет иметь тип? Ну, доказательство, что последователь тройки четный. Нет. Нет. Эксентро же применили. А, что существует? Такое число, у которого последователь четный. Совершенно верно. На вход для построения такого доказательства мы передаем число и доказательство того, что следующее за ним четное. Согласны? Да. Вот тип этой штуки. Существует N, такое, что последователь его четный. Нормально, да? Да. Хорошо. А вот как вы считаете, верно ли такое свойство? Если все иксы обладают свойством P, то есть иксы со свойством P? Ну, в общем случае нет, наверное. А что требуется? Ну, чтобы X принадлежал населенному, ну, чтобы из населенного типа он был. Да, конечно, конечно. Да, конечно. Но здесь у нас тип N, тип у нас фиксирован как N, и мы говорим, что для любого свойства натуральных, если оно выполняется на всех натуральных, то оно выполняется хотя бы на одном. Вполне справедливая аксиома, правильно? Да. Давайте попробуем построить ее доказательство. Что принимается на вход? На вход принимается само свойство P, правильно? Да. Доказательство того, что все иксы обладают свойством P. И нам надо из этого сгенерировать доказательство того, что свойством P обладает хоть один X. Для этого надо применить X and R к чему? К свойству P. И еще? К какому-нибудь X и доказательству для этого X. Да, нам надо, значит, что привести? Пример натурального числа, например, 42, да? И доказательство того, что это число обладает свойством P. А как это сделать? Свойство P же какое-то абстрактное. Но у нас есть доказательство, что для любого... Да, у нас есть H, который любой X преобразует доказательство в свойство P. Значит, что надо сделать? Передать этот H число 42. Передать наше число H. Согласны? Да. Понятно это? Да. То же самое я могу сделать с помощью тактик. Интрос. Аргументы я ввел там, где лямбда. Теперь мне надо доказать, что что-то существует. В принципе, как бы я должен применять конструктор. Я могу сказать конструктор. Но непонятно, какой именно X требуется подставлять. Ну, тут есть разные трюки. Я могу сказать, отложить эту задачу, сказать E-конструктор. И тогда мне надо будет просто где-то в контексте получить P от чего-то. Но я не буду сейчас это обсуждать. Я могу явно сказать apply, accentro и какое-нибудь там привести число. Само свойство P я заменил на прочих, потому что Коку понятно, какое оно. Он угадает. Понятно, да? Да. Но писать apply, accentro не очень удобно. Как и в других случаях. Например, для конъюнкции, вместо того, чтобы писать apply, conch, мы применяли тактику. Какую? Split. Split. А в дизюнкции, где было два конструктора, вместо того, чтобы их явно применять, apply or entrol, apply or entrol, мы? Left или right писали. Left и right, совершенно верно. Аналогичная ситуация у нас возникает и для exists. Но только здесь надо обязательно передавать аргумент этой тактики. Говорить, что именно существует. Ну, какое натурально обладает свойством X? Ну, например, 19. А почему? В силу предположения H. Понятно? Да. Давайте покажем, что вот это свойство для любого ХП от Х влечет. Существует ХП от Х. Оно не является всегда верным. В том смысле, что если его принять, мы можем доказать ложь, получить противоречие. Чтобы эта ложь не загрязняла нашу, так сказать, область видимости, откроем отдельный модуль. В этом модуле в качестве аксио мы примем наше утверждение и попытаемся вывести из него ложь. Ну, какая здесь идея? Ну, какой тип надо брать в качестве А, чтобы получить проблемы? Когда все элементы типа обладают свойством P, а вот элемента с этим свойством нет. Ну, какой-нибудь ненаселенный. А какой у нас ненаселенный? Ложь. Ложь. Надо вместо А подставить false. Ну, мы так и сделаем. Что мы сделаем? Мы возьмем нашу аксиому, применим ее к лжи в качестве А и возьмем такой предикат. Он немножко глупый. Он каждое доказательство лжи, то есть каждый объект типа А превращает в истину, да? Да. Возьмем и введем контекст такой терм акс, который является частным случаем нашей аксиомы. Ну, взяли, ввели. Тут в этом типе фигня какая-то. Тут, возможно, бета-редукция. Ведь то, что я выделил, является бета-редексом. Согласна? Да. Там получится просто true. Сделаем simple in axe. Ну, после упрощения у нас получилось, что получилось. Из того, что false влечет true, следует, что существует доказательство лжи, для которого true. Понятно, что false влечет true. Согласны? Да. Значит, нам хочется распотронить вот этот вот exists. Нам хочется получить доказательство лжи отсюда. То есть, ну, мэтчинг вот этого терма сделать. И тогда мы получим доказательство лжи, которое у нас есть. Но вот это существование, оно условно, да? Вот если вот есть доказательство того, что ложь влечет истину, а есть такое доказательство? Ну, да, можно снять. Ну, это же правда, что ложь влечет истину. Да. Вот если это так, мы можем достать отсюда доказательство лжи. Когда я применю тактику дистракт, она достанет нам доказательство лжи, но сгенерирует новую цель. А именно доказать вот это условие. Мы с таким уже сталкивались. Итак, первая цель. Как вы помните, истина, она имеет доказательство, правильно? Да. Ну, то есть, я возьму вот это вот доказательство истины и использую. Ну, или я просто мог бы попробовать сказать конструктор. Понятно, да? Да. Вот. Хорошо. Ну, и второе. Теперь нам достали доказательство лжи из эксентро и достали еще доказательство истины, которое нам нафиг не нужно. Ну, и все, готово. Понятно? Да. Давайте попробуем вручную доказать какой-нибудь несложный логический факт, связанный с квантером существования. Сначала вручную, а потом по-человечески с помощью тактик. Хорошо. Вот такая теорема. Для любого типа, для любых предикатов ПКУ на этом типе, если есть экс, который удовлетворяет обоим свойствам, П и КУ, то есть икс со свойством П, есть икс со свойством КУ. Логично? Да. Если есть некто голубой и при этом стеклянный, то есть голубые и есть стеклянные. Давайте попробуем построить это доказательство. Вот этот терм, exists and, принимает на вход что? Какие аргументы? Типа... У нас это доказательство универсального суждения, оно должно уметь любую Ашку, любые П и КУ перерабатывать в доказательство такой импликации. Правильно? Да. То есть аргументы Ашка, Пшка, Кушка и доказательство импликации Аш. Правильно? Да. Что мы делаем дальше? Дети, не доказательство импликации, а доказательство от этой посылки. Мы знаем, что посылка имеет индуктивный тип exists. То есть Аш могла быть получена только как эксцентро от чего-то. Правильно? Да. Значит, мы производим мэтчинг этого Ашка, сравниваем его с эксцентро и связываем две переменные. Тот самый у, который был доказательством, который удовлетворял конъюнкции. И доказательство того, что этот у удовлетворял конъюнкции. Логично? Да. Потом мы мэтчим доказательство конъюнкции с конш АшП Ашку. Доставая оттуда доказательство того, что Y обладает свойством P. И доказательство того, что Y обладает свойством Q. Тоже ведь логично? Да. Из этого с помощью эксцентро PYHP мы генерируем... Доказательство, что существует XHX. Да, существует X со свойством P. А, понятно. Приведен пример такого X, это наш Y. И приведено доказательство того, что Y подходит. Аналогично мы генерируем доказательство того, что есть X со свойством Q. И оба из них передаем конжу, получая доказательство конъюнкции. Согласны? Да. Кок принял наш терм, проверил его тип. Значит, доказательство корректное. Если только в ядре Кока нету ошибок. Но это вручную надо доказывать. Ну, естественно. Так, хорошо. То же самое с помощью тактик. Аргументы, они же посылки. Интрос. Теперь смотрите. Нам надо получить конъюнкцию экзистенциальных суждений. Правильно? Да. Но теперь у нас в посылке есть квантеросуществование, и конструктивная логика работает на нас. Мы можем этот X оттуда достать. Более того, мы можем достать оттуда X и доказательство конъюнкции для этого X. А из доказательства конъюнкции достать доказательство P и Q. Вот мы и говорим. Дистракт H, S, Y, S, Y, H, конъюнкции. Да? Да. Если бы я вот этот S бы не написал, ком бы сам бы придумал бы имена. Для доказательства, для самого X и для доказательства того, что он подходит. Ну, а я хочу какие-то другие имена сделать, чтобы у меня терм получился такой же. Имею право. Аналогично я подвергаю доказательство конъюнкции такому разбору. Раз. Ну, а дальше как доказать конъюнкцию? Сплит. Будет две цели. В каждой из них надо привести пример Y и доказать, что Y подходит. Ну, например, в первой цели за... Ну, при примере X можно взять Y, правильно? Да. А то, что он подходит, у нас уже есть. Вторая цель решается так же, поэтому мы здесь можем с помощью тактикала точка с запятой вот так вот это вот обслужить. А получился, в общем, такой же терм. Ну, немножко по-другому там квантеры стоят, ну, лямбды стоят, ну, нет, не важно. Так, ясно это? Да. Ну, вот. Хорошо. Что еще? Ну, давайте все-таки коротко поговорим и про еще один момент. Ну, он, может быть, для понимания тяжеловат. Но, ладно, говорим. Значит, что нам нужно, чтобы доказать, что существует X со свойством P? Ну, нужно предъявить этот X и доказательство, что... И да, и свидетельство его благонадежности, доказательство того, что он подходит. Вот бывает человек без паспорта, а бывает человек с паспортом, правильно? Да. Человек вроде бы один и тот же, но полиция реагирует на него по-разному. Так и здесь. Нам нужен человек с паспортом. Но при этом сам этот X наш, он генерирует высказывания. А высказывания, их доказательства, они по умолчанию непрозрачные. То есть, на каком-то этапе Кок забывает конкретный X, который там использовался. Его нельзя оттуда достать. А чтобы было можно, нам надо немножечко это хозяйство переработать. А именно поместить все это в сорт-сет. Сорт, предназначенный для программ, у которых есть вычислительное содержание. Из доказательства нельзя ничего извлечь. Кроме как условно, при построении другого доказательства. А просто заложить доказательство в какую-то программу и получить оттуда число 19, мы не можем. Этому мешает proof opacity. Непрозрачность доказательств. Вспомните, мы об этом говорили? Да. Вот. Если мы такой же X внедрим в сет, то у нас как раз получится такая фиговина, откуда мы сможем потом этот X доставать. Но при этом и принцип индукции изменится, он станет немножко более диким, но я не хочу это комментировать. Здесь у меня A был тоже сетом. Но вообще A может быть любым, на любом уровне нашей иерархии типов. И, соответственно, эта штука будет тоже на надлежащем уровне иерархии. Вот. Но, возможно, это выглядит как-то отвлеченно и непонятно, зачем это нужно. А нужно это вот для чего. Вот у нас есть над, правильно? Да. Над имеет какое определение? Это сет. Это, безусловно, сет. Но важно, что это вещь индуктивно определенная. Правильно? Да. Это вещь индуктивно определенная. То есть, если мы скажем принт НАТО, мы получим индуктивное определение. Это множество, имеющее индуктивное определение. А давайте какое-нибудь подмножество НАТО определим. Например, подмножество четных чисел. У нас уже есть предикат четности, правильно? Да. Он был индуктивный, все было хорошо. Но, в принципе, бывают и неиндуктивные предикаты. Так вот. Как бы мне определить в НАТО подмножество четных чисел? Есть ли в КОКе для этого механизм? Вы же знаете, что в теории множеств есть такая схема, там, выделение подмножество. Да. Множество всех таких иксов из НАТО, что они обладают свойством таким. Например, свойством четности. Да. Оказывается, в КОКе я могу вот такой принцип выделения вроде бы использовать. По крайней мере, есть такая нотация. О, смотрите. И этот терм обозначает множество. Вроде бы это оно. Множество четных чисел, да? Да. Давайте посмотрим, что скрывается за этим обозначением с помощью команды локейт. За этим обозначением скрывается какой-то сиг. Сиг – это как экс. Сигу надо передать предикат на вход. И этот сиг, он выдаст нам множество объектов, как бы обладающих этим предикатом. Например, сиг ЕФ – это множество четных чисел. А то, что его надо выделять из НАТО, это он сообразил из чего? Откуда вот он узнал, что НАТО тут? Ну, потому что в ЕФ у нас предикат на НАТО. Да, ЕФ – это из НАТО в проб. Из этого он вывел неявный аргумент. Давайте посмотрим, что же это за сиг, и сравним его с ЕВ. Ой, тип у них очень похожий. Единственная разница, что экс генерирует высказывания, а сиг генерирует, условно говоря, множество. Ну, там, тип какого-то порядка в иерархии. Правильно? Да. А внутри чего? Давайте посмотрим, что внутри. А внутри… Так, нехорошо. А внутри? Внутри у них по одному конструктору. Так, в ЭКСИК конструктор ЭКСЕНТРО, он принимает на вход ИКСИК, свидетельство благонадежности ИКСИКа, и возвращает доказательства того, что ИКСИК, что что-то обладает свойством П. Правильно? Да. А в СИГИ другой конструктор. Он принимает на вход ИКСИК свидетельство о благонадежности и возвращает элемент вот этого вот типа. конструктор этот, чтобы сделать жизнь еще более тяжелой, называется ИКСИСТ, чтобы вам было попроще спутать это с тактикой ИКСИСТ. Нормально, да? Да. Вот такой конструктор. Он принимает на вход элемент, все остальные аргументы там неявные, ну, правда. Он принимает на вход предикат, элемент, свидетельство о том, что элемент удовлетворяет предикату и возвращает нам как бы элемент этого множества. Ну, ведь четверка – это же элемент множества целых чисел, поэтому четных чисел. Ну, да. Однако нет, нас гонят. Смотрите, the term for has type not, while it is expected to have type множества четных чисел. Ну, в принципе, из конструктора нами рассмотренного это понятно. Смотрите, чтобы нам построить элемент множества четных чисел, нам обязательно надо применять конструктор ИКСИСТ. И применять его надо к аргументам. Ну, вот это, собственно говоря, параметр, а аргументы – это ИКС и свидетельство о благонадежности. Согласны? Да. То есть, оказывается, в этом множестве живут не просто четные числа, а кто? Отчетные числа с паспортами. Понимаете? Да, да. Сейчас я объясню, почему это так, и по-другому быть не может. Может, вы сами догадитесь. Вот представьте себе множество образованных людей. Представили? Да. А есть еще множество людей с дипломами. Я не говорю, совпадают они или там куда, что включено. Но, по крайней мере, вот как узнать, образован человек или нет? Как доказать, что человек принадлежит множеству образованных людей? Ну, нужен паспорт образованности. Тот и оно, что образован человек или нет, проверить трудно, правильно? Да. Это трудная задача. А вот если у человека диплом, задача простая. Ее может осуществлять полиция, вахтеры всякие, охранники. Охранники не способны проверить образованность человека. А вот проверить у него наличие диплома способны. Задача проверки диплома простая, вычислительная всячески, социальная, как угодно. А задача проверки образованности сложная, как и здесь. Если мы хотим, чтобы тайпчекер в коке понимал, что что-то является четным, мы вообще говоря, не можем же ему объяснить, как проверять данное произвольное число на четность. Четность – свойство простое. Но здесь-то может стоять любой предикат, вообще любой. Согласны? Да. В том числе и алгоритмически неразрешимый. В том числе и алгоритмически неразрешимый. Поэтому никак мы не можем оставить тайпчекер один на один с такой проверкой. Он не знает, выполнен этот предикат или нет, у него нет средств это проверить. Поэтому реально, вот в этом множестве живут не четные числа, а дипломированные четные числа. И вообще, здесь живут термы вида «exists» что-нибудь и свидетельство благонадежности этого чего-нибудь. Понятно? Да. То есть четверки здесь нет. А вот терм «exists», «exists», «ef4» и доказательство четности четверки, он здесь вполне себе живет. Понятно? Да. Итак, то есть в чем здесь дело, я коротко повторю. Предикат может быть любым. Задача проверки типа должна быть алгоритмически разрешимой. Вывод. Мы не можем требовать от тайпчекера, чтобы он проверял выполнение предиката. Значит, мы должны требовать, чтобы каждый элемент шел с доказательством того, что предикат для него выполняется. Но вместе с тем, такая пара, элемент плюс свидетельство о благонадежности, может рассматриваться как доказательство экзистенциального суждения. Правильно? Ну, то есть, что существует что-то. Да. Вот и получается, что вот это вот множество людей с паспортом, оно изоморфно множеству доказательств того, что у кого-то есть паспорт. Но это неудивительно. Ведь доказательство наличия паспорта – это человек плюс паспорт. Ну, не доказательство наличия паспорта, доказательство того, что в паспорте написано. Человек плюс паспорт, правильно? Вот так вот. Но важно, что строится с помощью этого сига элемент сорта там вообще type, ну или в частности set, то есть там нет этой непрозрачности. Это означает, что из числа плюс паспорт можно выковырить как число, так и паспорт с помощью вычислительных процедур, что не работает для квантеросуществования. Ну смотрите. Definition. Proof 1. Proof 1 это эксцентро, примененное к четверке и F4. То есть это что такое? Какой тип будет у Proof 1? Это множество из четверки. Нет, не множество, там эксцентро. А, да, это существование четверки со свойством. Нет, существование четного числа. Да, да. Существование четного числа. То же самое Proof 2, только доказывается с помощью тактик. Proof 1 доказательство, что есть четное. Proof 2 доказательство, что есть четное. Согласны? Да. Тем не менее, когда я сказал definition, да, у меня Proof 1, у меня Proof 1, оно прозрачное. А Proof 2, потому что там было QED, оно не прозрачное. Так, есть у нас тут пример на это? Нет, пример у нас на это нет. Ну, вот так. А давайте с другой стороны зайдем и применим конструктор Exist. Он нам построит что? Элемент множества четных чисел, правильно? Да. Четверка плюс свидетельство благонадежности. Ну, и смысл в том, что из такого элемента я могу вычислительно всегда извлечь либо саму четверку, либо свидетельство благонадежности. Для этого в библиотеке есть такая функция, называется Proof 1 SIG. Что она делает? Она принимает на вход элемент вот такого вот множества и достает из него сам элемент без свидетельства благонадежности. Что вычислит следующая процедура? Четверку. Четверку. Несмотря на то, что объект Proof 1 прозрачный, то есть сам этот Proof, сам этот Proof, он как бы коком запомнен, достать из него ничего не получится. Если я попытаюсь определить проекцию X, которая бы из доказательства существования доставала бы пример, доставала бы пример вот того объекта, который существует, кок этого не допустит. Почему? Читаем. Incorrect elimination of H in the inductive type X. The return type has sort type. Вот здесь я хотел вернуть H, который является произвольным типом. While it should be a prop or strict prop. Почему? Elimination of an inductive object of sort prop. Elimination – это matching, это разбор. Понятно? Да. Жаргон такой. Elimination of an inductive object of sort prop is not allowed on a predicate in sort type. Мы не можем разбирать доказательства, чтобы получить множество, программу и так далее. Потому что Proofs can be eliminated only to build Proofs. То есть, объект вот этот вот типа exists, потому что сам exists имеет тип проб, он, этот объект, он по умолчанию непрозрачный. Из него ничего доставать нельзя. Только при конструкции новых доказательств мы оттуда что-то условно достаем. Ну, примерно так же, как в Хаскеле мы с вами работали вот с этой рыбой, помните? Да. Мы условно передавали результат одного действия в другое. При этом в самой программе не был такой переменной, которая бы содержала результат этого действия. Так и здесь. Вы делаете дистракт по экзисту, строя доказательства. Но вы не можете делать дистракт по экзисту, строя программу. Понятно? Да. Кстати, хорошая идея. Можем ли мы описать эту непрозрачность с Proofs'ами, как Монаду? Наверное, есть какие-то публикации на эту тему. Но, значит, я не задумался над этим. Надо посмотреть. Понятно это? Да. Понимаете, Proof, вот у нас вот Proof, это что такое? Что это доказательство? Вот здесь, вот в этом контексте. Because Proofs can be eliminated only to build Proofs. Proofs – это объект типа, который сам лежит в сорте Proof. Proof – это объект типа высказывания. Так вот, дистракт по таким можно делать, только вычисляя новые доказательства. Понимаете? Это некий такой замкнутый мир, в котором вычислительное содержание стирается. А вот с изоморфным вот этим вот типом SIG мы можем такие номера легко делать. Я могу из множества элементов с паспортами достать как сами элементы, так и с помощью Proofs 2 SIG я могу достать и паспорта. Я могу достать объекты типа P от самого элемента. Я могу достать не только элемент, но и его паспорт. Где это может применяться? Ну, давайте я приведу пример. Вот такая теорема. Если х и у четны, то их сумма четна. Логично, правильно? Да. Я доказываю это индукцией по построению предиката четности. Я не буду сейчас в это вникать. Но доказательство тривиальное. Поверим в него. А дальше я хочу определить такую функцию, которая работает только с четными числами. Помните, у нас были проблемы с определением частичных функций? У нас в коке каждая рекурсия обязана заканчиваться. Правильно? Да. Как же нам определить частичную, не всюду определенную функцию? Ну, есть разные способы. Можно использовать монаду Maybe, которая в коке называется Option. Но это не очень удобно. А можно поступить вот так. Вот я хочу завести функцию, которая гарантированно применима только к четным числам. И что еще более интересно, она гарантированно возвращает четное число. Это натуральная функция из множества четных чисел с паспортами. И множество четных чисел в множество четных чисел. Понятно? Да. Эта функция просто в силу своего типа, она гарантированно определена на всех четных и только на них. И более того, ее возвращаемое значение тоже гарантированно четно. Это не какая-то отдельная теорема, это в типе записано. Как же такая функция работает? Она берет два аргумента, которые являются четными числами с паспортами. Я сначала достаю число А1, достаю число Б1, правильно? Так же я достаю их паспорта. И что я делаю? Числа я просто складываю. А вот к удостоверениям четности я применяю теорему Ев-Ев-Адьев, которая из доказательств чётности слагаемых изготавливает доказательства чётности суммы. Согласны? Ну. Заворачиваю всё это вот в Экзист. Тайпчекер это проверяет. И я вижу гарантированно функцию, которая гарантированно определена только на всех чётных и только на них, да ещё и гарантированно возвращает чётный результат. Это записано в самом типе. Понятно? Да. В Хаскеле без расширений такой номер не прошёл бы. Так. Хорошо. И я могу эту функцию, например, применить вот к моему элементу. Помните, было чётное число со свидетельством его благонадёжности. Эта функция, с ней можно делать вычисление. Что получится? Ну, восьмёрка с доказательствами. О том, что оно чётное. Совершенно верно. Понятно? Да. Смотрите, мы с вами обратили внимание, что вот этот вот тип подмножества, то есть сигма-тайп, тип суммы, он изоморфен к квантуру существования. Правильно? С другой стороны, квантура существования может быть понят как бесконечная дизъюнкция. Например, существует чётное число натуральное, это дизъюнкция. Ноль чётно, или один чётно, или два чётно, или три чётно. Бесконечная дизъюнкция. Правильно? Да. А у обычной дизъюнкции есть такой аналог с вычислительным содержанием? Это та же дизъюнкция, но из которой можно программно извлекать информацию, какой именно дизъюнкт верен. Есть такое, называется этот тип сумбу. Кто впервые с этим сталкивается и немножко шокирует. Обозначение такое, а в фигурных скобках плюс б в фигурных скобках, где а и б – это высказывания. То есть, это дизъюнкции двух высказываний, но само по себе это сет. Суть в том, что из этого объекта можно программно извлечь информацию, какой именно дизъюнкт верен. Понятно? Да. Внутри по своему устройству она изоморфная дизъюнкция. То есть, там буквально все то же самое. У нас в дизъюнкции есть два аргумента, два конструктора – орентрол и орентрор, и здесь тоже два конструктора – левт и райт. Единственная разница в том, что сумбул выдает сет, а ор выдает проб. Понятно? Да. Теоремы о разрешимости чего-нибудь, о том, что для какого-нибудь свойства, там верно, что оно для любых x, для любого x, там P от x или не P от x. Это нетривиальный факт в конструктивной логике. Он означает, что есть алгоритм, который по x определяет, верно для него свойства P или нет. Вот свойства разрешимости обычно формулируют с помощью этого сумбула. Например, в библиотеке есть такое. Для любых двух натуральных они либо равны, либо утверждение об их равенстве можно превратить в ложь. Благодаря тому, что это сумбула – необычная дизъюнкция, мы из доказательства этой теоремы можем изготовить программный тест натуральных чисел на равенство. Понимаете? Да. Сейчас мы его изготовим. А именно NAT-ЭКБ. NAT-ЭКБ. Ну, то есть, equality boolean. Он принимает на вход два NAT-а. По этим, эти NAT-ы скармливает вот в эту теорему и получает вот такой вот вычислительный объект. И дальше производит его мэтчинг. Если это объект вида LEFT что-то, то есть доказательство равенства, мы говорим TRUE. Если это доказательство неравенства, говорим FALSE. Понятно? Да. Это действительно реально работающий тест. Например, 5 и 4 неравны. Мы эту информацию извлекли более-менее из теоремы. Ну, потому что это была не совсем теорема, потому что тип возвращаемого значения, это был не... Типы, сорт ее типа был не PRO-PASSET. Понятно? Да. Вот так. Есть ли какие-нибудь вопросы? В следующий раз посмотрим, как устроено равенство. И так... ...